Долина смерти Дзюбан Тимофей Евпатевич родился в Донецкой области в 1905 году. В годы революции его семья переезжает в Оренбургскую область, там и проходит его детство и юность. В 1936 году вместе с женой и детьми Тимофей Евпатевич переезжают в город Ирдианск-Осипенко. 22 июня 1941 года, первый день начала Великой Отечественной войны, призывается в армию, служит в Осипенковском эвакуационном госпитале, который впоследствии переводят в Омск. 27 июля 1942 года пишет заявление о вступлении в ряды 74-й Алтайской стрелковой бригады 6-го добровольческого полка 41-й армии. В народе добровольцы-сибиряки, которую непосредственно готовят к одной из важнейших операций в годы Великой Отечественной войны. Марс. Ржевско-Дяземская наступательная операция. 16 сентября 1942-го 74-я Алтайская стрелковая бригада отправляется эшелоном в Подмосковье, где доукомплектовалось и оттуда 6 октября 1942 года переброшено к станции Сележарова. Совершили 170-километровый пеший марш от мест выгрузки к позициям в район западнее Белого. Передвигаться пришлось по осенним раскисшим дорогам через болотистые топи и леса Калининской Тверской области. Личный состав был совершенно истощен. Занял исходные позиции только к середине ноября 1942 года. По словам выживших, шли в основном ночью, а дороги там такие, что не только человек, а лошадь не пройдет. Примерно в это же время появились у нас и первые пациенты – дистрофики. Пайка хлеба – 25 граммов. Разве это еда для взрослого человека? А 25 ноября 1942 года был первый бой. И уже в этот день все отделения медсамбата были заполнены до отказа. В ночь на 25 ноября 74-я стрелковая бригада приняла боевое крещение. Соединения и части корпуса вышли на исходные позиции для наступления. Перед ними стояла нелегкая задача – прорвать мощную немецкую оборону юго-западнее города Белый и уничтожить главную группировку противника западней реки Нача. Это была составная часть общей задачи по ликвидации Ржевского плацдарма врага. Ржевско-Вяземскому плацдарму фашистские командования придавало исключительно большое значение. Отсюда до Москвы всего 120 километров. Плацдарм намеревались использовать для нового прыжка на Москву. Для его удержания гитлеровцы сосредоточили крупные силы. Их оборона строилась из опорных пунктов и узлов сопротивления. Она была глубоко эшелонирована, имела сплошные проволочные заграждения и минные поля, усиленные большим количеством хорошо замаскированных дотов. Утром 25 ноября после мощной артиллерийской подготовки сибиряки пошли в атаку и прорвали вражескую оборону на фронте протяженностью до 10 километров. Для развития успеха прорыв был введен в первый механизированный танковый корпус. Воинам-сибирякам противостояли отборные дивизии СС, Великая Германия и Мертвая Голова. Четыре пехотные дивизии вермахта, 12-я авиаполевая дивизия, отдельный полк СС, восточный батальон из советских военнопленных, артиллерийские и саперные части. Две полевые и две танковые армии стянул противник под городом Белый. В первую неделю наступления сибирские соединения освободили 72 населенных пункта, при том, что многие из сибиряков добывали оружие в бою. Сибиряки нанесли значительный урон одной из основных немецкой армий Центра и прошли с боями до 30 километров, пробившись к реке Нача. К сожалению, соседние соединения 41-й армии не смогли продвинуться, и сибиряки взаимодействовали только с воинами первого механизированного корпуса, что дало возможность противнику отрезать сибиряков от основных сил 41-й армии. Противник уже усиливал сопротивление, вводя в бой не только свежие пехотные части, но и большое количество танков. 7 и 8 декабря 1942-го немецкие войска нанесли удар с юга на Белый, и бригада попала в окружение. У Цицына и Дубровки еще сохранялся узкий коридор, по которому сибиряки могли бы благополучно отступить в тыл, но Жуков требовал удержать позиции, благоприятные для возобновления наступления, и приказал держаться любой ценой. Последняя неделя жизни Дзюбан Тимофея Евпатьевича и его друзей сибиряков. Неделя в сильные морозы, без продовольствия, с винтовками, но без боеприпасов. На рассвете 8 декабря сибиряки предприняли первую попытку вырваться из окружения. Три штурмовых бригады столкнулись с наступающими частями немецких танковых-гренадерских соединений на окраине Цицына и были вынуждены отступить. Начиная с 9 декабря, окруженные сибиряки неоднократно предпринимали атаки против немецких войск, занимавших 3-5-километровый коридор, который отделял советские части от основных сил. 9 декабря немцы укрепляли узкий коридор, который состоял из нескольких небольших опорных пунктов. 19-я танковая дивизия занимала деревушку Черепы к югу от Дубровки. На рассвете 9 декабря небольшая немецкая ударная группа атаковала Дубровку с севера, но понесла тяжелые потери и отступила. К 8 утра 10 декабря стрелковый пол полковника Касница и боевая группа фон Виттерсгейма совместно с передовыми частями 19-й танковой дивизии захватили Дубровку целиком. Теперь всякая связь между сибиряками и основными силами 41-й армии была прервана. Новое наступление сибиряков началось 11 декабря 1942 года в 10 часов 10 минут. С артиллерийской подготовки, длившиеся 50 минут, они должны были нанести удар в направлении Сычевки. Артиллерийская подготовка не привела к подавлению системы огня немцев по всему фронту наступления, и решительных результатов перешедшие в 11 наступления соединения не добились. Противник удваивает свои усилия, чтобы разгромить наш фронт по реке Чир. Он, по-видимому, оценил значение удерживаемого нами плацдарм в углу, образуемом реками Дон и Чир и находящегося там моста через Дон. Начиная с 12 декабря, его массовые атаки направляются на этот плацдарм и мост через Дон. Поздно вечером, 14 декабря, Геннадий Константинович Жуков, который лично принял командование 41-й армии после отставки генерала Г.Ф. Тарасова, разрешил окруженным войскам Сибиряков прорваться на соединение с основными частями армии. Решили прорваться по кратчайшему пути между Дубровкой и Шипаревой. Остаток дня и вечера, 15 декабря, войска перегруппировались для атаки под артиллерийским огнем противника. Части первого эшелона сумели занять исходные позиции своевременно, но многие войска второго эшелона отставали. В 22.40 артиллерия приступила к обстрелу немецких укреплений по обе стороны от пути его следования, чтобы предотвратить сосредоточение войск противника на флангах. В 23 часа был дан сигнал бригадам первого эшелона о начале атаки. Противник не ожидал удара с этой стороны. Бригады первого эшелона расчистили путь и начался отвод всех войск из тыла врага. К рассвету 16 декабря бригады первого механизированного и шестого стрелкового корпусов организованно вышли изражеского тыла, а танки, машины и тяжелое вооружение, оказавшиеся неисправными, уничтожили на месте. В расположение 41-й армии сумели вернуться 4 тысячи из 15 тысяч 200 человек. 74-я алтайская добровольческая стрелковая бригада полностью погибла, но поставленную задачу прорвать оборону противника и любой ценой удержать позицию выполнила. Операция «Марс» способствовала выведению основных немецких сил от Сталинграда. Армия Центра, которая считалась основной ударной силой при битве на Курской дуге, понесла большие потери и к началу великого сражения танков восстановиться не успела. Вечная память, вечная слава. Эта история посвящена участнику операции «Марс» Дзюбан Тимофею Левпатевичу и всем воинам, принимавшим участие в этом ужасном сражении. Автор группы ВКонтакте «Великая Отечественная война 1941 по 1945» создал эту группу в память всех, кто встал на защиту нашей Родины. Также он помнит и гордится подвигом своего деда. Так давайте и мы будем помнить подвиги наших предков и наших героев и будем передавать из поколения в поколение эту святую память. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокол, чтобы не пропускать дальнейших видео. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok